здорово братва сегодня у нас на обзоре вот такие вот фары как всегда они доехали ну нормальном состоянии новых коробочки как всегда пострадали так давайте перейдем непосредственно паре это у нас светодиодные пары вот так вот они выглядят все шутка так давайте перейдем непосредственно фаре это у нас светодиодные пары вы такие пары сто процентов видели уже у академика на уазике он устанавливал их так и чем могу вам сказать собрано неплохо так у них имеется алюминиевый корпус думаю с герметичностью здесь все нормально здесь все закручено даже через резинку так цоколь у нас они цоколя ну сама фишка h4 плюс два дополнительных провода я как понимаю это ходовой огонь плюс поворотник так размер у них 176 миллиметров указано 7 дюймов подходят такие фары на все российские полноприводники насколько я знаю ну не особо старые у которых круглые фары далее wrangler рендровер оставлю на фары ссылку в описании можете зайти ознакомиться с моделями на которые не подходят и также посмотреть их цену цена очень приятная я купил себе попробовать использовать их в качестве противотуманных фар изготовить под них корпус стекло пластика и установить на автомобиль цена они в принципе дешевле даже чем например если взять в магазине противотуманные фары хорошие линзованные цена у них ниже а имеется на борту у нас ближний свет два дополнительных ближних света дальний свет ходовой огонь и он же поворотник так пластиковое стекло не особо толстая если закатать в броне думаю царапаться не будет насколько я знаю устанавливаются на него и куча отзывов данных фар ну кому-то нравится кому-то не нравится но в основном пишут что в разы лучше чем обычно нивовские фары светят они также крепление с небольшой доработкой подходят ну некоторых сразу подходят они видите изготовители все разные поэтому на сто процентов что без подпилки подойдет не могу вам ничего сказать основном что-то искрыт для крепления здесь подпиливают либо на самом корпусе фары делают установлены светодиоды чип светодиодный какой именно сказать не могу не видно большую от большой линзе видно ну примерно они по моему все одинаково линию горизонта данная пара имеет так что слепить вы не будете в комплекте идет переходник с h4 на h13 это скорее всего для врэнглеров если не ошибаюсь провода здесь как оказалось медные луженые вот этот соколь керамический то есть он не будет плавиться как это бывают фарах некоторых не знаю кто сталкивается на чем я говорю здесь он керамический здесь он не плавится ну неплохие такие эти фишечки так ну давайте перейдем непосредственно к подключению к тесту примерно такие же 7 дюймовые фары есть и в других вариациях так ну давайте подключим я думаю подключение в обычных будет допустим в него простое то есть просто такая эти фишку вытаскиваете старую фару и у вас все работает переделка тут тоже особо много не займет то есть для переделки ну придется вывести два провода под поворотник и дхо поворотник можно использовать как дополнительный ну и отрезать провода примотав к вашим основным можете уже подключить ее в себя в машине у себя в машине так и для теста будем использовать блок питания настроенный на 14 вольт это импульсный блок питания также оставлю ссылку в описании на 40 ампер мощный блок питания по проводам я думаю все понятно черный минус и здесь у нас получается ближний дальний подключаем минус и далее уже управляя другими двумя проводами включаем саму фару так это дальний вот ближний свет вот так он выглядит получается так получается фара должна стоять вот так вот большой линзой вниз устанавливается данная пара получается ближний свет вот так вот и включаем дальний включаем вот так дальний свет ну смотрится неплохо ярко при дальнем свете просто добавляется большая линза к ближнему получается вот ближний и и дальний загорается светит довольно ярко красный зеленый провод вывод отдельный подключаем красный красный это у нас дхо ну визуально видно точки на камере кстати тоже видно так и подключаем поворотник ну че могу сказать в принципе за такие деньги сколько они стоят я думаю фары имеют право на жизнь все были них отзывы в основном отзывы положительные единственное что крепление у нас получается только если брать корпус от фар то есть от него либо от уазика либо еще чего-то где круглые фары и колхозе через них устанавливать делать корпуса либо сделать что-нибудь попроще попробовать ладно всем удачи кому понравился обзор кому понравились фары ставьте лайк подписывайтесь на канал но обязательно пройдите по ссылке посмотрите фары достойны внимания ладно всем удачи пока пока